Равиль Гатин Рейтинговую систему в общежитии. Ведется учет достижений и нарушений. Кроме этого, в приложении можно посмотреть информацию о расписании дежурства на этажах, подать обращение руководству вуза и многое другое. Регас обладает пользовательским и управляющим функционалом. В числе пользовательских функций могу выделить регистрацию аккаунта студента и просмотр данных о себе, просмотр информации по вузу и общежитию, взаимодействие с другими пользователями и использование GPS-навигатора для поиска зданий вуза. Это актуально для первокурсников как раз таки. Из управляющего функционала могу выделить работу со списком всех проживающих с многоуровневой фильтровкой и сортировкой, введение экбальной рейтинговой системы, создание различных отчетов. Отметим, что на сегодняшний день приложение действует только внутри набережной Челнинского института КФУ. Однако, по мнению разработчика, Регас является универсальной системой учета. И при желании его можно внедрить и в другие общежития Казанского университета. Приложение многофункциональное, ведь оно доступно как на смартфоне, так и на компьютере. Совершенно не важно, дома или на работе, у пользователя всегда есть доступ. Однако, необходимо подчеркнуть, что в данное время скачать Регас можно исключительно на смартфоны с операционной системой Android и компьютеры на Windows. По словам Рави Ленгатина, идея о его создании пришла не просто так. На базе студенческого общежития Набережной Челнинского института КФУ был проведен анализ действующей системы учета проживающих, в которой были обнаружены недостатки. Они заключались в традиционных методах ведения учета в негибкости и немасштабируемой системе. Поэтому я предложил руководству автоматизировать систему учета. И хотя руководством вуза применяются различные электронные ресурсы от КФУ, такие как система общежития, то Регас, в отличие от аналогов, будет доступен не только руководству, но и членам студенческого самоуправления и обычным проживающим. Регас – не просто красивое и интересное название. Оно происходит от словосочетания «регистрировал аккаунты студентов». В планах разработчика выйти на новый, более масштабный уровень и осчастливить десятки тысяч студентов по всей Республике Татарстан. Карина Саяхова, Ленар Гизатулин, Универньюс.